Род R дал подгруппы R1, а из этой R1 получилось R1A и R1B. Так вот, русская равнина – это наполовину R1A. Представители человечества, у которых, ну, как сказать, разновидность... Которые несут эту метку. Ветви даже, даже не сама ветвь, разновидность внутри ветви обозначается буквой R1A. Да. Вот так скажем. Не все же знают вашу науку. Да, конечно. R1A – это половина всех мужчин. А если считаешь, что мужчин примерно 70 миллионов человек, ну, половина 140 миллионов, то 35 миллионов русских имеют вот эту вот ветвь R1A. Эта метка четко обозначается. Но только 5% из них имеют, то есть не из них, а в дополнение, 5 миллионов потом еще не добавили, это R1B. А на Западе наоборот. Там 60% всей Западной Европы имеют метку по индексу R1B и только, примерно, 5% R1A. То есть есть между ними, понятно, что раз такая ситуация, где-то должна быть область, где идет смена вот этого вектора с R1A на R1B. Так вот, эта граница есть. И она проходит от Адриатики, проходит до Балтики. Причем к востоку от нее находятся в большой степени те самые R1A, а к западу R1B. И вот она идет от Адриатики, проходит по Югославии, оставая Югославию в большой степени к востоку, славянская часть. Далее она проходит по Австрии, делит практически половину, а действует в Австрии 19% R1A, необычная для Западной Европы. И мы знаем почему, это в большой степени анемечные славяне там живут. Далее она идет, разделяет Германию, причем Западная Германия слева, так сказать, к западу, а восточная Германия к востоку. И доходит она до Балтики. И действительно мы знаем, что восточная Германия, это в большой степени бывшие славяне, анемечные, к тому есть масса археологических данных. И вот эта граница. Первый вопрос, эта граница держится около 5000 лет. Генетическая граница. Да, вот эта граница, ну, называйте генетическая или грехомосомная граница. И она, ну, вроде такого не бывает. Возьмите Римскую импирь, ну, что же они, они мир подчиняли активно, они к югу Черного моря прошли до Ирана в большой степени. Значит, вся Турция, вся Анатолия была под ними. И вдруг здесь, почему-то они решили не идти, а там был Пятый легион, по-моему, как раз на Балканах, что же они не пошли дальше на восток. А вот не пошли, потому что не дали. Судя по всему, когда такая граница, такую статус-кво держат тысячелетиями, это означает, что сила нашла на силу. Вот они держатся с двух сторон, и, как мы знаем, пытались пробить ее многократно. Я только в последнее время упомянул там Карл XII, там Наполеона, там и прочих вещей, и Крымская война, когда объединялись, сказал бы, разные силы, это и Англия, Франция, и Турция, и пробить не могли. И вот, к сожалению, в последнее время начала давать слабину. Это, ну вот, так подумать, трагедия. Пять тысяч лет граница держалась, и вдруг в последнее время там Польша, Чехия со Словакии, там Украина, начинаются подвижки, часть Югославии тоже в НАТО идет. То есть, вот это вот попытки продавить эту линию, только вот в XXI реальном веке они начали успех приносить западной стороне. И вот хотелось бы знать, что это такие вещи непоправимы, потому что уклад жизненный определялся этой границей. Ведь эти два рода ходили миграциями многие тысячелетия, независимо друг от друга. А когда миграции тысячелетиями идут независимо друг от друга, у них своя система ценностей, свои обычаи, свои привычки, свой пантеон богов, ну и так далее. То есть, это разные, я уж не говорю о том, что разные кухни, разные там утра и прочие вещи. И поэтому, в общем, болезненно, когда идет нарушение этой границы. И вот недавно, когда я говорил об этом историкам, они говорят, ну, как это вроде ерунда, историки не знают ДНК-генеалогии, они не оперируют терминных родов. И они говорят, ну как же, должны найти были следы этого столкновения, там, а где они следы? Я говорю, ну, не нашли, значит, найдут. И вот буквально недавно нашли действительно интересный след. Как раз около, между Берлином и Балтикой, на полдороге этой территории, это территория первая славянская культура, лужицкая культура. Она возникла 3200 лет назад. И вот с тех пор там, на этой территории, жили славяне. Это лужичане переходили в другие разные культуры археологические до недавнего времени, когда они оказались немечены в большой степени на Германии. Так вот, там нашли следы, не даже не следы, а просто свидетельства крупных боев. И вот когда стали копать, раскопали 10 на 10 метров, а там тысячи костей. И когда это дело чуть расширили, потому что много нужно копать, а когда там бились иконные пешие, бились этими палицами, такими деревянными, с набалдашниками. И мы-то знаем, что культура лужицкая осталась в этом месте, и дальше она была славянская. Это означает, что те, кто насели, они дальше не прошли. А поскольку других, кроме R1-A и R1-B, там нет, то я только могу предсказать, а сейчас делают ДНК, анализируют, я уверен практически, что это именно будет вариант, когда R1-B и R1-A склеснулись там. Причем опыт показывает, что R1-A туда, хотя ходили на запад, с Киевы ходили на запад, были продвижения, но отсюда гораздо чаще пытались пробиться со стороны западной. Поэтому, говоря европейский запад против европейского востока, вот эта книга, она описывает, кто такие R1-A, кто такие R1-B, откуда они появились, как они мигрировали, какие культуры археологические на них указывали.